В городной Киев тебе нельзя не влюбиться Мой город Киев, моя старина Витаю! Сегодня 22 февраля 2017 года Хочу по-быстрому сделать вам видео Дело тоже взбыленное, бегаю, потому что через часа 3 нам надо уже выезжать из дома Если сейчас час, где-то в 4 часа у нас сегодня автобус, едем, как мы вам уже рассказывали, в Россию И тоже, как вам рассказывали, даже, видите, язык заплетается Спешишь людей, смешишь называется, не буду спешить Как уже получится, лучше, короче, сниму Ну, чтобы вы поняли, что оно, хочу я вам донести И было очень много задумок Но, как только, я вам уже говорила, как только я что-то задумаю Обязательно что-то, да, происходит То у меня разболелся глаз несколько дней, я не могла Сейчас уже лучше глазу Вот уже, уже не такой красный И хотела пересадить герберу Все тянуло-тянуло Думаю, чтобы был свет, чтобы вам хорошо, в лучшем виде показать И чтобы показать, как долларовое дерево за мякулька пересадить Но не получилось Но оставить их непересаженным я тоже не могу Потому что они уже за это время могут и плохо себя почувствовать Даже могут и погибнуть Поэтому мне нужно быстро пересадить Поэтому я уже сейчас пересадила Ну, я вам потом приеду, еще раз покажу уже на других цветах, как я пересаживаю Почему я именно сейчас вам хочу все-таки рассказать Потому что сейчас февраль, вот конец февраля Самое-самое время пересаживать растения Потому что до мая месяца они должны прижиться И в мае должен начаться активный рост растений Для этого нужно сейчас именно пересаживать Если вы хотите в этом году пересадить какое-то растение Начинайте, самое лучшее время это сейчас Вот можно было даже в конце января, в начале февраля Но вот сейчас вот самое-самое лучшее В конце февраля, в 20-х числах Как раз они где-то в февраль-март-апрель они будут приживаться В мае, когда начнет просыпаться природа и начнет активный рост Как раз для них это будет хорошее развитие корня, стебля То есть вот это будет самое лучшее время Поэтому в конце февраля время пересадки Поэтому займитесь, пожалуйста, пересадкой И еще хочу сказать Вот еще было осенью нужно было это видео снять Когда вы заносили из балкона растения домой Очень обычно, очень в это время Стрессовая ситуация для растений И они начинают болеть, все растения Поэтому нужно опрыскать против вредителей Ну, наверное, я думаю, что осенью вам еще это все покажу Опрыскивать против вредителей и болезней Тогда меньше будет болеть Но так как мы не успели осенью Я вам сейчас показываю Что нужно сейчас делать Вот январь, февраль, вот начиная с осени Что еще хотел сказать Так, сейчас я вам покажу еще А, видите, как спешу Хотела вас всех поздравить с масленицей Вот сейчас ставлю видео Что моя... Начала я снимать видео племянница Светланка Начала делать тесто блины Ну, у нас нужно было по делам ехать И с Юлечкой, с маленькой Поэтому мы поехали А вечером я приехала, все, хотела вам показать Но тоже было много дел и не успела Ну, главное, сам рецепт Я вам покажу Очень вкусные получаются блины И Светланка вас поздравила С праздником масленицы И я вас тоже поздравляю с масленицей Хотя я знаю очень много рецептов вкусных блинов Я делаю из минеральной воды И еще я делаю Тоже у меня есть свой рецепт На дрожжах блины Очень много разных рецептов По-разному готовим И я надеюсь, это когда-нибудь вам покажу Но сейчас вот я вам покажу Видео вставлю Сейчас вам покажу, что я делаю Для профилактики, чтобы растения не заболели Осенью и зимой, до весны Что я, чем я занимаюсь с растениями Всегда ж некогда Ну, я надеюсь, вот даже вот так вот Пять минут буду снимать Чтобы вы понимали Каждый сезон, что нужно делать Вот сейчас, сейчас переверну камеру Вот орхидея Дали мне ее спасти Вот уже они у меня пустил новые корешочки Орхидея пустила новые корешочки Это я вам тоже, надеюсь, расскажу Видите, как всегда обещаю В этом получается Ну, сегодня, сегодня тема Смотрите Значит, когда вы заносите осенью растения Вы вытирайте подоконники Это все знают Через в неделю, два-три раза Надо обязательно протирать и мыть подончики Подончики обязательно должны быть чистые Вот желтых разводов не должно быть Надо всегда их мыть Потому что заводятся вредители и болезни Вот от этой пыли грязи Поэтому нужно обязательно протирать Но не просто Это на то, что протирать Вы, наверное, все знаете Просто взять обычной тряпкой протереть Этого недостаточно Чем я обрабатываю? Вот смотрите Я не знаю, может рекламировать не нужно Такие вещи там фирмы, например Ну, просто вам хочу показать, что есть Я это не рекламирую А просто вам хочу показать, что есть вот такие вот От болезней и вредителей Вот это у нас от вредителей Доктор Фоли И вот такие вот арома У нас называется зеленый щит В Украине зеленый щит Я не знаю, как называется в России Или как есть ли такое Это от вредителей и болезней Они вот три вида Они все Это спрей Вот это спрей против щитовки Вот этот спрей против паутинного клеща Вот это против клеща, трипсы, щитовки, белокрылки Вот такое вот Это вытяжки из аромамасел То есть это не вредное для здоровья И что я вам хочу показать Видите, как неудобно Значит, вот Это от вредителей Прискаем на подоконник И запах, в принципе, очень приятный И протирайте кругом Для чего мы это делаем? Чтобы не появились вредители На растении А то мы говорим Откуда появляются? А от того, что мы не делаем профилактики растений Если, конечно, заболевает Надо очень-очень серьезно отнестись И серьезно лечить Посмотрите, какая у меня горденья Очень горденья Хочу гордиться своей горденью И показать вам, похвастаться У меня 11 цветочков горденья выпустила Это я купила в магазине Когда он был совсем маленький Буквально осенью Оно быстро у меня растет Вот эта часть буквально Она у меня отросла недавно И вот 11 цветочков У меня даже в фейсбуке есть Когда первый зацвел Именно не из магазина он зацвел А зацвел у меня дома А сейчас 11 бутонов Оно у меня выбросило Вот еще хочу сказать После того, как заносите домой Или даже сейчас Лучше всего еще пролить антихлорозом Надо его разбавить водой по инструкции И пролить грунт Очень хорошо тогда не будут желтеть листья И очень хорошо повышает иммунитет у растений Вот, если по-быстрому Я вам показала То есть вы протираете Этими аромазащитой Или просто вот такие есть Тоже доктор Фоли От вредителей, от болезней А сверху по листу Можете чередовать От болезней и вредителей То есть есть такое же От болезней И такой же от вредителей То есть опрыскали Сегодня против болезней На следующей неделе Против вредителей И вот так вот у нас Получается мы Повышаем иммунитет растения Вот это у меня Кротончик тоже вот Уже начал Сейчас Начал расти Вот посмотрите Это моя китайская роза Тоже все вам Даже хотела показать Как я их в душе мою Как я их пересаживаю В результате я ничего не успеваю И смотрите Вот три веточки Раз Я специально так их Дала расти Этой веточке У меня получилось Три веточки Вот посмотрите Вот раз Два И три Когда буду пересаживать Вот здесь сделаю такой штырь Чтобы они росли в разные Как же вам показать Чтобы они росли В разные Вот Этот в эту сторону И тогда будет пышный куст Компактный пышный куст Высоту еще им не буду давать расти Потому что мне Комната маленькая И мне не надо Чтобы росли они Большими Вот посмотрите Если садить бабий огород Что у нас получается Растения не видно Одно Второе Третье И вот получается Они все близко К друг другу стоят И красоты Не видно А если поставить Каждого отдельно Посмотрите Какая Красота Вот тебе Аспарагус Пьер у меня Зрители Меня назвали Пьером Посмотрите Какая красота По отдельности Красиво он смотрится Когда он один Почему я люблю Когда они все Стоят Отдельно И тогда они растут Показывая Всю Свою красоту Вот у меня еще Спотифиль Один Этот маленький У меня Спотифиль Покажу вам Вот маленький Спотифиль И вот большой Который я вам Показывала В прошлом году Пересаживала Я ему не давала Цвести Как всегда А он у меня Все равно Вот выбросил цветок И вот он уже Перецвел Это у меня уже Перецвелший цветок Почему я их На пол поставила Я вам расскажу Уже после Приезда Обратно Домой Про денежное Дерево Вот оно у меня Болело Сейчас оно у меня Уже выздоровело Единственное Переживаю Что сейчас Вот уеду И как оно у меня Опять будет Дальше себя чувствовать Видите Раньше Когда вот только Вот так дотронешься Все листья падали Полностью Все листочки падали Были мягкие Вот когда их трогаешь Сейчас видите Твердые Жесткие А раньше Как только трогаешь Они были мягкие И сразу же Опадали Вот я его лечила Препаратами И оно у меня Посмотрите Как стало себя Уже совсем Не падает Это уже очень Очень хороший Результат Вот про это растение Я у вас спрашивала Кстати Может быть знает Кто-нибудь Как называется Вот это растение Я уже спрашивала Но мне никто Не ответил Искала по интернету Но почему-то Я не нашла Название Вот этого растения Может быть Кто-то из вас Увидит И скажет мне Как называется Вот это растение Вот я его вот таком Поставила Особенно когда на стекле Он очень хорошо смотрится Сейчас поближе Даже к свету Его покажу Вот это растение Вот такое Интересное И не знаю Его название Вот И здесь у меня Сидят птички Еще хотела я Пересадить Свой седу Моргана Вот здесь Видите Уже тоже Корешочки Начал пускать Хочу пересадить Еще в один горшочек Чтобы его посадить Хоя Белла Хоя Белла Сейчас Тоже Ой Сколько всего Мне хочется рассказать И именно в последний день Последние часы Нашего отъезда Смотрите Хоя Белла Тоже Я его вырастила Буквально Из двух Трех Вот таких веточек Пересадила Вот в горшочек Сейчас покажу Вот Сняла даже Специально Эту Хоя Беллу И смотрите Я из двух Трех Веточек Буквально Вот таких Веточек Буква Как же Показать Из двух Трех Веточек Вот таких Вырастила Вот такое Целое Целое Растение Целый горшок Я его Что делаю Вот оно у меня Растет Я Аж Три веточки Далу Я беру Вот так Один Отрезаю И так Вот по всем Пройдусь И в воду Оно мне уже Дает Корешочки И я тут же Вот не люблю Когда что-то Оно Одно только Растет Вот одна Веточка Длинная Я это не люблю Я беру Вот палочку От суши Вот так вот Кручу И сюда же И вот Посмотрите Корешочек У меня буквально За две недели Наверное Потому что Вот И вставляю И вот так Вот я Прижала Все Следующий И таким образом Я Рассаживала 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 Серединку я Оставляла Оно у меня Уже два раза Цвело И летом И осенью Я вам показывала Даже зимой По-моему Пытался свести Вот Сейчас я Вот эти ветки Тоже Сюда посажу Густенько Если не хватит Я опять Отрежу От этой веточки И поставлю В воду Приеду Будут уже Корешочки И я сюда Поставлю И Опять посажу И оно у меня Будет пышным Пышным кустом И так я делаю И так я делаю Все остальные Рассения тоже Вот я Пересадила Замиокулькас И пересадила Герберку Свою И полила Их Сейчас они Раза два Три Чтобы вода Стекла Теперь поставлю На место И они у меня Уже будут стоять Вот два цветочка Поломала Пока Спешила Ну про герберу Вам Пересадку Потом Покажу Самое главное Не заглублять Корневую шейку Грунт Чтоб слабо кислый Ну это я еще Вам все Покажу Расскажу Все Идем собираться Уже осталось Буквально чуть-чуть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...